Он укус и болезненно пульсирует, но затем по ней растекается приятное тепло. Спустя минуту у вас загружилась голова, на нога перестала гудеть и даже рана исчезла. Как ты сделала это? Я не знаю, как делаю это, я просто могу. Я не должна никому говорить об этом, люди считают это прищудливым. Ты же никому не расскажешь. Конечно нет, мне невообразимо повезло, что ты здесь. Так, Шарлотта третья на престоле, после меня её надо казнить. Вот и повод появился. Девочки, что здесь происходит? Я слышала карики. Ничего. Мы видели змею, но она ползла. Змея, вот и всё, Шарлотта, собирает свои вещи, мы возвращаемся в меру, здесь небезопасно. Так. Исследовать замок, построить склеп. Пойдём опять участвовать в службе. Тупинамбур. Тупинамбур. Спасибо за подписку. Вы посетили службу в замковой роще, где церемонии принесли спокойствие ваше сердце. Так. Ну, надо учить рефлексы, чтобы больше не попасть в такую ситуацию. И, пожалуй, научимся льстить. Я не знаю, что у меня там с настроем. Уныние почти прошло. Страх почти прошёл. Может быть, я смогу учить то, что хочу. Не знаю. Ваш учитель ходит вокруг вас, медленно тыкая в вас пальцем, тренируя вас блокировать эти прикосновения без страха или ускорения дыхания. Да, пока ещё слишком депрессивно мы. Мне лень разбираться настолько серьёзно, поэтому чёрт с ним. Замок кажется совсем тихим после отъезда Шарлотты, Эмри, Захары и её родителей. Он, конечно, не пустой, но всё же, похоже, с каждым днём у нас становится всё больше слуг. Вылезнуть из замка. Играть с игрушками. Вы провели свои выходные, отсиживаясь в своей комнате своими любимыми игрушками. Это по-детски, но теперь вы чувствуете себя немного лучше. Навыки. Пятая неделя тем временем идёт в настрой. Нормальный настрой, нормальный настрой. Давайте учить экономику. Чтобы страна была довольна своей королевой. Вы освежаете знания основ математики с помощью счётов. И вы узнали, что бухта Сансет на берегу герцогства Мазонба является главным рыболовным районом страны. Класс. Класс. Смертью глубоко сожалеем наилучшие пожелания. Ох, какое красивое ожерелье. Что-нибудь блестящее поможет мне чувствовать себя лучше. Давайте убежим из замка. Вы сбегаете из замка и немного гуляете снаружи. Вы рады небольшой свободе, но ваш отец не будет доволен, если узнает. Не. Чёрт с ним. Оружие. Научимся драться на мечах. Хотя, наверное, будущее за стрельбой. Так что. Интриги. Внешняя разведка. Потрясающе. Любимые игрушки? Ребят, не опошляйте. Это игра маленькой 15-летней принцессе. Она только познаёт мир. Вы учитесь, как скручивать и смазывать воском тетиву из различных волокон. Вы слишком одиноки для того, чтобы научить внешнюю разведку. Окей. Эта женщина-жрица странно смотрит на меня. Чего тебе надо? Ваша судьба найдёт вас, даже если вы от неё бежите. Вы были рождены владеть силой люминов. Что ты об этом знаешь? Эта сила была у вашей матери, у королей и королей до неё. Это ваше право и ваше ответственность защищать вашу страну. Я могу видеть знаки грядущего. Приближается опасность. Без этой силы эти земли беззащитны. Ну, и что я должна сделать? Мигма-ми-ха. Спасибо за два месяца подписок. Герцогиня Урсула будет учить вас, если вы её освободите. Но... Она никогда не вредила вашей матери. Они были подругами. Это всё лишь потому, что она пользовалась силой иллюмина столь открытой, что ваш отец прогнал её. И я не буду её освобождать. Это всё ловки, чтобы освободить предательницу. Я не буду тебя слушать. Вот так вот. Батька свалил куда-то. Пойдём мамку проверим. Вы отдаёте дань уважения вашей матери на её могиле и думаете, не ждёт ли вас похожая судьба. Надо быть... Надо быть веселее. Что за уныние напало на нас. Так. Атлетика. Бег. И... Обращение животным-лошади. Как мне нравилась игра Барби на лошади. Одна из лучших. Какую я играл. Вы тренируетесь ходить неэнергично, но в комфортном ритме и определённый промежуток времени каждый день. Вы ходите по королевским конюшням, знакомясь с лошадьми. Угу. Угу. Я такая. Когда вы идёте по лестнице, вы видите горничную, бегущую вниз с кучей постельного белья. Вы быстро отходите в сторону и даёте ей пройти. Возвращаетесь в свою комнату, но едва успеваете войти, как кто-то начинает стучаться в дверь. Один из дворян желает поговорить с тобой. Кто? Герцог-кассорт Меда. Если я правильно помню, он брат герцогини Урсула. Вы следите своим отцом вниз, чтобы приветствовать гостей. Ваше Величество, спасибо, что встретились со мной в это трудное время. Я пришёл к вам от имени людей Урсула, которые остались без покровителей. Людям требуется руководитель и лидер, или начнётся хаос. Вы хотите, чтобы я освободил герцогиню? Я лишь желаю, чтобы Урсула... Урсула был лидер. Если вас не устраивает моя сестра, то я готов служить вам. Но если вы предпочтёте Джулиану на этой роли, тогда освободите её. Это, конечно, ещё ваше решение. Блин, это пидор какой-то ещё более противный. Вернуть им, что ли, их тётку? Этот, мне кажется... Я его так озвучил отвратительно, таким пидорским голосом, что он мне стал мерзок. Так что я освобожу. Ладно, она снова может быть герцогиней. Но её лучше не показываться мне на глаза. От лица наших людей я благодарю вас за вашу милость. Я... Я прогнулся. Пойдём. Пойдём, спустимся в подземелье. Вы бросаете быстрый взгляд на невезучих крестьян, угодивших в тюрьму мелких воришек и нарушителей порядка, которые сейчас страдают в темноте. Они, само собой, плохие люди. Но, видя их такими несчастными, вы чувствуете несправедливость. Всего этого должен быть лучший путь. Так. Экономика. Производство. Медицина. Военная медицина. Привет, клаун. Вы знаете о том, что раны даже самое малое следует как можно быстрее промывать. Логично. Так, это я ещё пока не могу. Настроение не то. Прибыл один человек, чтобы встретиться с тобой. Он желает представить короне свой новый проект, который мы могли бы профинансировать. Запомни, казна не бесконечная. Если ты решишь что-то профинансировать, денег для будущих проектов станет меньше. Ваше королевское величество. Я хочу начать печатать книги при помощи железных букв, которые затем можно перемещать и использовать снова. Мне нужно 875 ласси на металл и фабрику, чтобы отливать буквы. С помощью этой системы мы сможем создавать новые книги быстрее, чем сейчас, а затем рассылать копии по всему миру. Я мало что понимаю в производстве или торговле. Это действительно стоит того? Мы в этом не заинтересованы. Вот дура. Отказался от книгопечатания. Находиться на дворцовых церемониях скучно, но это радует вашего отца и может быть полезно для вашего будущего. Ну-ка, дура. Учи. Теперь тогда. Экономику. Будешь вообще жесткой экономику дрючать, раз такая тупая. Глупая женщина, а? Почему я всех мужчин озвучиваю, как педиков? Ладно. Давайте сконцентрируемся. Сделаем ему мужской голос. Ваше Величество, я сожалею о вашей потере. Даже спустя все эти годы я иногда забываю, что моя мать никогда уже не вернется назад. Спасибо. Однако я должен просить вашей помощи. Ихзианская оккупация герцогства имбириум длилась слишком долго. Теперь пришло время отомстить. Я помню, что были какие-то проблемы с Аксионом, но не помню деталей. Думаю, они захватили южную окраину Мари. У нас есть достаточно много войск, поэтому не должно составить особого труда выбить их, если мы решим сражаться. Ну, кому нужна война? Никому, конечно. Ну, ладно. Пусть воюют за принцессу. Что же, если они жаждут битвы, то они получат ее, и прикажем войскам разобраться с вашей проблемой. Благодарю вас, ваше величество. Ваше величество, если позволите, это жрель, что она снадета, откуда она у вас? Это подарок от герцога Седна. Тогда у вас есть либе некая договоренность? Эм, какие еще договоренности? Ваше величество, это подарок и предложение. Мужчины желают добиться вашей руки для женитьбы. Ой, а я и не поняла. Вот это поворот, парни. Меня, оказывается, хотят. И продолжения этой фразы не будет. Меня, оказывается, хотят. Прогулка на свежем воздухе позволяет вам забыть о бремени, лежащем на ваших плечах. Так, военные. Продолжаем дрочить стратегию, но теперь пусть будет еще и логистика. Вы получили отчет о результатах битвы против Эксиона. Вы успешно выбили их из Мари, но ценой жизни почти. Я думал, это будет маленькая победоносная война, друзья. Я не хотела. Я не хотела жертв. Да. Надо было договориться. Пойдем помолимся за упокой солдат. Прощайте, верные. Верные мои. Так, срочно надо учить внешнюю разведку и всякое такое. Иначе мы будем в анусе полнейшим. Потому что придется договариваться. Тысяча парней, тысяча лучших воинов. Блин, спикинг. Не могу выучить все. Все депрессия, депрессия. Бабы еще нарожают, может быть. Пришло сообщение, что видели Кейсонга, покидающего старый лес. Что за Кейсонг? Зверь с телом огромного кота, клювом и шипами на спине. А, несколько пропавших в Южном Калорисе. Видимо, работа этого существа. Что нам делать? Может послать охотников? Обычно в таком случае мы просто надеемся, что он скоро вернется обратно в лес и там останется. Охотники не соперники. Подобно зверю ты лишь можешь разозлить его и загубить еще больше жизней. Значит, мы просто позволим ему есть людей. Все умирают, в конце концов. Также для тебя есть письмо. Толорист Герцог Седна прибывает с офицера. А, жених. На следующей неделе. Поиграем с игрушками. Блин, с игрушками. Что-то нам в унынии постоянно к какому-то. Как снять одинокость до приезда жениха-то? Никак. Наляжем на производство. Пора нанимать ведьмака. Пора, пора. Вы узнали о торговце странствующих между деревнями и городами. Некоторые пешком с учеными животными. Узнали больше, что не добывается в Садбери. Наверное, вот если бы я это знал так...